сегодня приходила чехословацкая волчья собака называется на волчак приходила она по причине интересных течек вот но к сожалению на видео сегодня не будет потому что достаточно редкая порода и владельцы попросили не снимать собаку хотя фотографии на память разрешили сделать мы сделали узи назначили анализы но в принципе от и собачки все хорошо все по плану просто есть индивидуальные особенности потому что этой собаки есть волчья кровь какие-то у меня прям не знаю волчьи приключения в этом году это уже третий волк с которым собака с кровью волка с которой я работаю мы сделали узи кошечки записали кинопетли и сделали замороженные снимочки сейчас посмотрим таким вот образом выглядит кинопетля то есть мы снимаем в режиме реального времени сохраняем и потом я смогу спокойно проанализировать все изображения сделали ей узи все хорошо позе с маткой с яичником будем делать химическую кастрацию с помощью препаратика постараюсь подробнее сейчас рассказать об этом помнится меня просили рассказать про кастрация вот один из методов кастрации не оперативные малоинвазивные это химическая кастрация препаратик суприларин вставляется он в россии в дозировке 4,7 миллиграмм вводится под кожу в такой вот индивидуальной упаковочке распакуем наденем на шприц инъектор и введем наши киси хватает обычного на полгода на полгода у киски нет никаких течек проявлений хотя бывает индивидуальной особенности но об этом чуть попозже даже показать на потому что есть такой наш суприларинчик до киса не так можно но владелец нас предупреждал что она вообще не будет сильно довольны что дома с характером и поэтому даже сама не захотела присутствовать вот ну это очень понятно накрутили проверили герметичность это мы уберем достаточно толстая игла инъектор чтобы все прошло удачно нужна хорошая фиксация но в принципе все препаратик мы ввели он в киске даже не жаловалась у собаки сама в отец все киса вела себя очень хорошо хоть немножко ругается но на самом деле в этом тоже есть и особенности и киса в стрессе в клинике в месте введения есть небольшая дырочка потому что как я сказала иголочка очень толстая чтобы эта дырочка у нас не послужило местом через которое может суприларин вывести до заживления мы наклеим туда скотч чтобы была полная герметичность трещук маленький маленький и голенький это собачка была сегодня на приеме и она извлекает ваше внимание пока я вам говорю что узи аппарат который мы вчера получили заработал и работает и она с цветным доплером прямо радость радость